Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Medical Fitness, говорим мы опять с вами о нарциссах. Сегодня у нас будет три главных типа нарциссов. Ну и первый тип нарцисса, это, соответственно, классический вид нарцисса, тот, что описан в DSM-5. Это люди, считающие себя особенными, звезды. В общем-то, они, как правило, такие хвастуны, демонстрируют себя. Также этот тип считается открытым. То есть, открытым почему? Он как бы сразу заявляет о себе. Я успешен, я там знаменит, еще какой-то. То есть, он открыто достаточно ищет похвалы такой, да, с вашей стороны. И поэтому этот тип считается наиболее классическим. Он наиболее заметен, наиболее яркий представитель своего, так скажем, типа личности. И для того, чтобы его раскрыть, заметить, у вас, ну, в общем, проблем с этим не возникнет. Следующий тип нарцисса. Это такие, если классический нарцисс, он, как правило, экстраверт, то это, наоборот, интроверты. Они не любят внимания, они зачастую играют в такую жертву из себя, ищут жалости к себе. То есть, видите, какая разница между классическим? У классического стратегия он ищет восхищения, чтобы им восхищались. А такой вот этот вот уязвимый нарцисс, он ищет именно восхищение, как бы одобрение через жалость. Ой, как тебе тяжело, какой ты молодец, как ты хорошо держишься в этой тяжелой для нас ситуации, для всех. Вот, это вот именно нарцисс-интроверт. И он считается скрытым. То есть, он будет скрывать свой тип личности, не показывать. Он может быть достаточно щедрым. Но, опять же, эта щедрость какая? Он, конечно, ее будет презентовать как эмотивную щедрость, но это будет все-таки такая показуха, как бы, да, надо понимать. Он будет стараться заманить вас в такую ловушку своей якобы напускной доброты. И нарциссы не переносят чужого успеха еще ярче, чем все остальные. Вот, и, соответственно, он будет очень склонен к злорадству. То есть, ему не понравится, что у вас что-то получилось все лучше, чем у него. Яркие примеры жизни. То есть, я как-то не подумал один раз. Взял у одного нарцисса поиграть гитару. Ну, сидели в общей компании, а он только учился играть на гитаре. Я не очень хорошо играю на гитаре, но суть в том, что лучше, чем он. И было видно, что человек это очень сильно задело и расстроило. Так что при нем лучше не демонстрировать свои какие-то навыки, которые у вас развиты лучше, чем у него, если вы как-то хотите подружиться с этим человеком, чтобы он не воспринимал вас как врага. Еще раз повторюсь, данный тип является закрытым. Он не сразу будет идти на контакт, на сближение. И, соответственно, он будет такой интровертированный. Если вам интересно подробнее об этих типах узнать, пишите в комментариях. Для каждого типа нарцисса я сниму более длинный обзор. И третий тип нарцисса, так называемый перверзный нарцисс. Перверзные нарциссы, это те нарциссы, которые как бы смешаны с социопатом. Вообще социопатия это такое отдельное направление, которое может применяться к большинству типов личности, наслаиваться на них. То есть он будет склонен к садизму, к доминированию и вашему контролю. Даже в какой-то степени он может вести себя как эпилептоид, контролировать ваши движения, собирать на вас какую-то информацию дополнительную. И, соответственно, использовать в любом удобном случае ее против вас. Он склонен больше лгать. Если у нас нарцисс, допустим, классический, будет лгать больше в сторону для того, чтобы как-то окрасить себя с позитивной точки зрения, показать, допустим, свою успешность, там, в случае мужчины, как правило, это какая-то успешность в каком-то смысле, да, для кого-то это власть, для кого-то это, там, если он в сторону чуть, допустим, развитой истерии, да, может быть, знаменитости какой-то, да. Для девочек больше склонность это в сторону красоты и все направлено, да, какая я красивая, опять же, внимание, мужчин получают и так далее. Вот. Это классический. А вот перверзный, он будет лгать, чтобы, скорее всего, тоже вам как-то навредить. То есть это такой очень опасный нарцисс, который будет завоевывать. Вот. Как раз им свойственна такая манипуляция, что они будут отстранять, допустим, путем лжи лгать вашим друзьям про вас, вам про ваших друзей. И когда вы останетесь один, он сможет на вас более, или одна, да, он сможет на вас более качественно влиять. И, соответственно, таким образом уже начнет доминировать над вами, и дальше пойдет стадия садизма. То есть он начнет уже конкретно как-то вас унижать. Очень важно понимать разницу в этих типах нарциссов, потому что до этого я снимал видеоролик «Как камп для нарцисса» о том, как их манипулировать. Я говорил о том, что вы, соответственно, очень часто путаете данные, да, понятия, вот, социопатии, психопатии, с нарциссами, с чистыми. Вот. Если нарцисс – социопат, то, соответственно, здесь, конечно, вы явно проиграете. У него уже патологический, это патологический тип, тоже он, по-моему, описан ДСМ-5, если я не ошибаюсь. И, соответственно, ну, в какой-то из ДСМ он точно описан. И тут уже, ну, нельзя посоветовать, что как-то получится у вас договориться, потому что его потребность, она садистическая, патологическая. И единственный шанс как-то его исправить – это психотерапия. Психотерапия серьезная достаточно. Поэтому, соответственно, я думаю, что здесь не стоит идти на какие-то компромиссы. То есть лучше даже в случае, если это ваш родственник, муж, и вы считаете, что он социопат, кроме бегства я уже ничего не могу посоветовать. Потому что, ну, либо бегство, либо прям, ну, как какая-то, если у вас есть возможность работать со специалистом, то он должен работать со специалистом в плане именно коррекции, да, психологического поведения. Вот. Ну, в принципе, даже в каком-то смысле с психиатром. Потому что это социопатия, это опасные такие личности для общества, они могут быть опасны, все социопаты. С вами был Medical Fitness Кравцев Сергей, я жду вас на своих консультациях онлайн. Спасибо, что смотрели.